Четыре способа, как юриста обманывают должников в 2022 году. Это должен знать каждый гражданин, который столкнулся с долгами. Всем привет, с вами на связи Наталья Катряева, юрист-эксперт в области списания долгов через банкротство, вела я веду сотни дел по всей России. Число желающих помочь избавиться от долгов с каждым годом только растет. И вместе с ними растет число пострадавших граждан. Ко мне каждую неделю обращаются клиенты с жалобой на моих коллег. Юристы обманывают, запутывают, обещают то, что юридически невозможно исполнить. А в итоге должники только теряют деньги и остаются с еще большими финансовыми проблемами. Как распознать мошенника-юриста? В этом выпуске я расскажу о популярных способах обмана должников. Досмотрите это видео до конца. Если информация будет полезна, ставьте лайк, поддержите меня. Это можно сделать и после просмотра. Итак, первое, что нужно знать, юристы предлагают гражданам псевдоуслуги. А именно, обещают списать долги без банкротства. Предлагают гражданину списать долги через дефолт долга. Или обещают обнулить договорные проценты и сам основной долг. Что, в принципе, по закону невозможно сделать. А также частенько обещают закрыть все долги должника Федеральной службы судебных приставов дебиторской задолженностью. Что также относится к разряду псевдоуслуг. Как подобные услуги будут выглядеть на практике? Разберу, чтобы вы это наглядно понимали. Юрист наобещает золотых гор, что без банкротства, подчеркну, что, как правило, это невозможно, спишет все долги и кредиты. Ну, или пообещает, что 100% спишет часть долга, к примеру, процента, который гражданину так не хочется платить. Далее юрист будет рассылать бесполезные письма в банке и ждать, когда банк, иной кредитор, подаст в суд. А банк может выйти в суд и через 2 года, а может и не выйти вовсе, продав долг коллектора. А юрист по псевдоуслуге оплату возьмет наперед, в том числе и за будущие якобы судебные разборки. А когда банк все-таки выйдет в суд, юрист основной долг списать не сможет, а также договорные проценты. На то просто нет законных оснований. Исключением может быть пропуск банкам срока исковой давности. Но этот факт на сегодняшний день встречается крайне редко. По срокам исковой давности есть отдельный выпуск. Вывод. Суд точно взыщет основной долг плюс договорные проценты. Далее банк пойдет к приставам. То есть пристав возбудит исполнительное производство. И пристав праве арестовать счета, заблокировать карты, обратить вискание на официальный доход должника, арестовать имущество, а также осуществлять ряд иных исполнительских действий, предусмотренных федеральным законом об исполнительном производстве. И с этим юрист ничего не сможет сделать. Максимум, что сможет юрист, это подать заявление, чтобы пристава сохранили за гражданином прожиточный минимум. При условии, что у гражданина есть официальный доход. И даже может при необходимости обратиться этот юрист в суд. Да, в этом есть однозначная польза. Однако правильный юрист возьмет деньги за эту услугу тогда, когда дело должника уже будет в Федеральной службе судебных приставок. И при условии, что ему нужно этот прожиточный минимум сохранить. А как делают псевдо-юриста? Они берут деньги наперед, я ранее уже об этом говорила. А когда кредитор выйдет в суд и обратится в ФССП, Федеральную службу судебных приставов, одному богу известно. А вот если у должника нет ни имущества, ни доходов, и гражданин гол как сокол, тут юриста особо и не нужен. Пристав сам проведет проверку и окончит исполнительное производство, как правило, в связи с невозможностью взыскания. Однако тут важно знать. Факт окончания приставами исполнительного производства долг не списывают, а то многие юристы это обещают. Кредитор вправе преследовать своего должника до конца его жизни, возбуждая и возбуждая повторно исполнительное производство. Уважаемые граждане, если вы хотите разобраться, стоит вам банкротиться или нет, стоит списывать долги или нет, записывайтесь на бесплатную консультацию. Я со своей командой работаю по всей России, контакты в описании. А что касается дебиторской задолженности, то тут все просто. Да, пристав может закрыть долг дебиторской задолженностью, при условии, что дебитор, то есть тот гражданин, кто должен, или юрлицо денег, должнику, внесет деньги в депозит пристава. И лепаристов продаст эту дебиторскую задолженность на торгах. И вырученные деньги пойдут взыскателю гражданина. А где такую дебиторку-то ликвидную взять? Если таковая и продается, она стоит чуть ли не по номиналу. Это значит, если есть ликвидная дебиторка, к примеру, на 500 тысяч рублей, она и продастся с небольшим дисконтом. А вот безнадежные дебиторки можно за копейки-то купить как раз. Только толку от них, как от козла молока. А псевдо-юриста за эти действия могут запросить приличные деньги. Итог. Списать долги под ноль и восстановленный срок может только процедура банкротства, которая регулируется действующим специальным федеральным законом номер 127. Иных вариантов нет. Говорю вам с уверенностью, как опытный арбитражный управляющий, который два года вел процедуры по всей России, а проблемы с долгами я решаю аж с 2015 года. Максимум, что могут сделать юристы без банкротства, это психологически гражданина успокаивать, оказывать услуги по защите от коллекторов. Я вот, к примеру, шаблоны заявлений по защите от коллекторов даю абсолютно бесплатно в моем телеграм-канале, ссылка в описании. Далее юристы могут снизить финансовые санкции по статье 333 Гражданского кодекса, подав соответствующее заявление, подавление ходатайства в суд, это когда тредитор подаст иск в суд, общая юрисдикция. Ну и отработать у пристав, если нужно сохранить прожиточный минимум. И все бы ничего, опять же, услуги-то полезны, но псевдо-юристы за подобные услуги берут космические деньги, чуть ли не по 100 тысяч рублей, при условии, что долг-то основной, они не спишут. Второй способ, как обманывают должников, псевдо-юристы обещают привезти гражданина через кредитную амнистию. Тут коротко о главном. Никаких кредитных амнистий нет. Третий способ обмана, псевдо-юристы обещают сохранить ипотеку и при этом списать весь долг. Так не получится. Если списывать весь долг под ноль, то это только процедура банкротства. А в банкротстве, как правило, ипотеку сохранить не получится. Даже если за нее ежемесячные платежи вносятся, и даже если это единственное жилье, и там прописаны несовершеннолетние дети. Четвертый способ. Псевдо-юристы подбивают взять кредит на банкротство или оформляют кредиты на юр-услуги на самого должника. Я не рекомендую брать новый кредит на банкротство в преддверии самой процедуры. Заведомо знаю, что вы не будете по нему платить. Также не рекомендую оформлять кредитную рассрочку на себя, на юридические услуги. Особенно на псевдо-юридические услуги. Так как же можно уберечь себя от подобных псевдо-услуг? Во-первых, знать, что если у вас есть обязательства, и вы не можете их платить, к примеру, кредитозаймы, какие существуют вообще варианты решения ваших проблем? И я сейчас их озвучу. И первый вариант – это договариваться с кредитором. Кредитная каникулы, реструктуризация долга. Второй вариант – если ничего не делать или обратиться к псевдо-юристам, то будут звонки коллекторов, суды, приставы, аресты счетов и карт, удержание пенсии или зарплата. Ну или списывать долги через банкротство. Все. Точка. Иных выгодных для должника вариантов решения проблем, как правило, нет. Продолжаю. Далее. Как не попасться на псевдо-юристов? Хороший юрист обязательно перед началом процедуры банкротства предупредит вас обо всех рисках и о том, что может пойти не так. И это он делает не из-за низкой компетенции, а чтобы вы точно были в курсе всех событий. Как, собственно, работаем я и моя команда. Мы говорим всю правду на бесплатной консультации и часто отказываем гражданам в проведении в отношении них процедура. Если вам нужна, кстати, моя помощь, помощь в списании с вас непосильных долгов, при условии, что вы подходите под процедуру, а это мы разберем на бесплатной консультации, контакты в описании. Третий важный момент, касающийся псевдо-юриста. И это, собственно, тоже касается списания долгов через банкротство. Знайте, что уважающий себя специалист не будет работать за копейки. Исключение составляет только юриста с небольшим стажем или начинающий специалиста. А мастер своего дела знает себе цену и потребует оплатить его труд достойно. Про стоимость банкротства я рассказываю в одном из своих выпусков. А вот желание юристам не платить или сэкономить на юридических услугах на практике, как правило, часто приводит должников к подобным выше разобранным псевдо-услугам или к некачественному и неконтролируемому банкротству. И в заключение хочу сказать. Все мы люди, и каждый может попасть к шарлатану. Особенно острое это касается должников. Сложные ситуации вынуждают искать помощи хоть от кого-то. Поэтому должники, как правило, доверчивы и уязвимы. Но не дайте себя обмануть. Хороший юрист – это юрист, который тщательный и не спеша продумывает каждый шаг, анализирует ваше дело и говорит вам все правда. Поэтому доверяйтесь профессионалам, наберитесь терпения и удачи вам в предстоящих делах. Благодарю за просмотр. Вопросы задавайте в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить полезные выпуски. Субтитры сделал DimaTorzok